Меня зовут Наталья Волкова, я руководитель группы локализации в лаборатории Касперского. Мы сегодня расскажем вам про то, как локализацию делаем мы, и чем это отличается от других компаний. Немножко отличается. Доклад будет в двух частях. Я сначала расскажу про то, что мы за компания, почему нам так важна локализация, кто ее у нас делает, как мы ее делаем, с помощью чего мы ее делаем. В дальнейшем мой коллега Андрей более подробно расскажет именно про локализацию интерфейсов и особенности контроля их качества. Вот примерная схема нашего доклада. Я охвачу первые три пункта, Андрей, соответственно, вторые четыре. Что мы за компания? Особенность, которая отличает нас от предыдущих докладчиков. Мы разрабатываем продукт на русском языке. Это уже вызов. Компания 16 лет на рынке разработки программного обеспечения для безопасности ваших компьютеров. Сейчас в ней более 2,5 тысяч сотрудников по всему миру. Линейки продуктов включают как персональные, так и корпоративные для практически любых существующих платформ. 35 территориальных офисов. Вот охват вы можете видеть на карте. Более 300 миллионов пользователей по всему миру, как нам говорят наши продажники. И в связи с таким огромным охватом территорий локализация в данный момент производится на 37 языков. 37 включает в себя русский. В этом году к нам присоединилось три новых языка, с которыми мы сейчас боремся. Это украинский, македонский, албанский. Мы делаем локализацию большей части внутри компании. Наш отдел называется отдел документирования и локализации. Эти две функции слиты в один отдел, что произошло где-то 3-4 года назад, оказалось мегаполезным и очень эффективным. Сейчас в отделе 50 штатных сотрудников. Так как отдел расширять нам уже два года не разрешают, мы расширяемся путем внештатных сотрудников, которых у нас уже 20 на текущий момент. Отдел растянут по шести странам и семи офисам, но все-таки большая часть находится в России. Это московские и питерские офисы. Отдел обрабатывает примерно 50 проектов в год на 37 языках локализации. И мы пользуемся услугами 15 вендоров. Мы пока не вышли на новый уровень развития, как компания Acronis. Не смогли остановиться на одном. Идеального варианта найти не смогли, поэтому мы работаем с 15 вендорами. Каждый из них нас чем-то устраивает и, к сожалению, чем-то не устраивает. Это примерная схема, как наши функции линейные формируются в проектной команды. В отделе в данный момент четыре группы. Это группа технического документирования, технические писатели, которые создают контент на русском языке. Документацию, справку, интерфейсные строки. Не то чтобы они создают интерфейсные строки, они приводят к стандартам контент, написанный разработчиками. Они вычитывают их на терминологию, на грамматику, на единообразие стиля. Они проверяют на то, что это все гладко и в соответствии с нашими стандартами укладываются интерфейсы. И создают целиком контент в виде справки и документации к продуктам. Кроме этого, вторая большая группа, самая большая наша группа под моим руководством, это группа локализации. В ней в данный момент 17 штатных инженеров по локализации и 10 внештатных. Чем занимаются инженеры у нас, я расскажу немножко попозже, на следующем или через один слайд, потому что с первого раза никто этого не понимает и не знает, даже наши собственные разработчики в компании. Мы даже делали специальную для них презентацию, кто же такой инженер по локализации, и чем он занимается, и почему это не переводчик. Это продолжалось, наверное, несколько месяцев, пока мы не охватили все департаменты, но люди приходят новые, поэтому вопросы до сих пор идут. Никто не понимает этого. Далее переводчики. Переводчики в основном, это имеется в виду переводчики наших вендоров. Штатных переводчиков у нас только три, которые сидят в московском офисе. Они не носители, но они нам очень нужны для мегасрочных работ. Следующая, третья группа, это группа контроля качества. В нее входят редакторы, как редакторы русские, так и редакторы языков перевода, и инженеры по тестированию локализации. Так называемые инженеры по контролю качества локализованных версий. Это не тестеры, и это не переводчики. Про них я тоже немножко расскажу потом поподробнее. Из этих трех, четырех, нет, я забыла про четвертое, у нас есть еще группа управления. Как вы можете видеть сверху, группа менеджеров по управлению работами документирования и локализацией на проекте. Это некоторые тим-лиды, которые управляют всей проектной частью, связанной с контентом, как русским, так и переводимым. На каждом проекте у нас вертикально формируется проектная часть команды по документированию и локализации, которая включает в себя необходимое количество всех ролей. Писателей, инженеров, переводчиков, редакторов, инженеров по контролю качества. Это примерно как выглядит проектная команда. Разноцветные шарики — это расширение проектной команды за счет либо венторов, либо наших аутсорс-специалистов. Мы можем увеличивать как количество писателей на команде, так и количество инженеров. И, разумеется, большая часть аутсорса приходится на функцию контроля качества и на функцию перевода. Теперь пару слов про инженеров по локализации. Инженеры — это связующее звено в нашей компании между разработчиками и переводчиками. Так как наши разработчики не хотят участвовать в процессе локализации, и у них даже нет на это времени, мы ввели функцию инженеров по локализации, которые обеспечивают всю обработку материалов, созданных разработчиками, для того, чтобы переводчикам было просто, легко и эффективно с ними работать. Они готовят инструкции по работе с файлами, они в специальных инструментах выделяют переводимые строки, они содержат и управляют системами translation memory, они извлекают и проверяют терминологию на проекте, они обеспечивают точные переводы при необходимости, и, в общем, осуществляют всю интеракцию между проектной командой и внешними вендорами-переводчиками, внешними тестерами, редакторами по необходимости. Вот это основные должностные обязанности наших инженеров. Подготовка материалов к переводу, преобразование переведенных материалов обратно в исходный формат, компиляция сборок, участие в процессе тестирования, верстка документации, исправление ошибок, ну и, как у всех наших участников команды, это участие в автоматизации процесса. Если мы посмотрим на процесс разработки программного обеспечения, то инженеры, в принципе, участвуют на всех этапах, начиная от формирования требований. Здесь нарисован некоторый идеальный вариант, когда инженеры действительно допускаются к обсуждению требований к продукту в части локализации. Случается это редко, но мы стараемся, чтобы все чаще и чаще инженеров привлекали на ранних этапах, так как именно они могут сказать свои замечания по макетам, так как инженеры знают особенности всех наших 37 языков, они могут сказать свои замечания по новой технологии разработки интерфейса, что в ней надо учесть, и если инженеров на этом этапе не привлекают и не слушают, потом возникают проблемы, которые вам продемонстрирует Андрей во второй части презентации. Также на этапе разработки инженеры занимаются обработкой материалов, их проверкой, их технического качества, версткой, участвуют в тестировании как в косметическом, так и лингвистическом. Это такое схематическое представление нашего процесса, процесс мега-итеративный, то есть неитеративных вариантов локализации у нас в компании нет уже совсем. Продукт должен выйти на рынок сразу минимум на 5 языков в один день. Для этого мы должны успеть перевести, сверстать, протестировать все продукты одновременно. Из-за этого перевод идет мелкими итерациями, иногда они достигают одного дня, то есть каждый день какой-то новый кусочек контента идет на перевод, проходит перевод, редактура, тестирование, технические проверки и обратно вливается в исходный код, попадает в локализованную сборку. Вот такой схематический процесс итераций. Итерациями передается исходный контент, итерациями он переводится и вычитывается, итерациями он тестируется. Здесь показана финальная итерация, финальный разрыв между окончанием разработки и окончанием локализации в одну неделю. Это максимально допустимый разрыв. Иногда он сжимается до двух дней. Здесь тоже так схематически я показала основные роли, как они привлекаются в эти итерационные шаги процесса. Писатели передают нам итерациями контент русский, инженер его обрабатывает, отправляет переводчику, переводчик эту итерацию переводит, возвращает инженеру, инженер ее проверяет, приведет редактору. Иногда этот процесс схлопывается, и мы стараемся все-таки сейчас переходить на вендоров, которые предоставляют нам в паре переводчиков и редакторов. Даже иногда не в паре, а в команде. Мы просим сделать нам команду. Нужно три переводчика и один редактор. И держите эту нашу команду для нас. Мы должны знать их имена, они должны все время быть доступны под наши проекты. В некоторые периоды круглосуточно. Затем ближе к концу проекта привлекаются инженеры по контролю качества, LQE так называемый, сокращенно, которые уже осуществляют тестирование и регистрацию дефектов в специальных системах. Это еще одно схематическое представление процесса. Технические писатели и редакторы работают в системе content management system, система контроля исходного контента. Инженеры работают напрямую с системами контроля кода и со своими translation management системами. Также они общаются с нашими вендорами и с инженерами по тестированию. То есть инженер по локализации является менеджером по локализации в том числе. Он осуществляет очень много контроля за процессом, очень много контроля за участниками процесса. И в том числе очень много технической работы. Так, из-за того, что у нас язык разработки русский, нам приходится большую часть локализации делать в два этапа. То есть получается двойной перевод. С русского языка мы переводим на три языка. Это английский, французский и немецкий. Мы смогли найти в этих парах достаточное количество переводчиков. Что касается пары с русского на какой-нибудь норвежский язык, таких переводчиков практически не существует. Особенно если мы говорим про переводчиков-носителей. Поэтому все следующие пары у нас переводятся с английского. Что, конечно, немножко удлиняет процесс. Мы стараемся схлопнуть по максимуму это расстояние. И это может вызвать дополнительные ошибки. Такой двойной перевод. Вот во второй части презентации Андрей постарается рассказать, как мы пытаемся сэкономить время и минимизировать ошибки, связанные с этим, в том числе, двойным переводом. Сейчас просто хочу показать вам несколько вариантов интерфейса, сделанных на разных языках. Все должно работать, все должно быть красиво, все должно быть четко, все должно быть быстро. Инструментарий. К сожалению, у нас нет в данный момент собственных разработок, хотя мы очень завидуем тем компаниям, у которых они есть. Мы пользуемся коммерческим продуктом, который нас в принципе устраивает, потому что позволяет очень гибко настраивать процесс. В нем очень большие возможности для автоматизации, для объединения с нашими текущими программами, такими как системы контроля кода, системы бактрекинга. Прочими продуктами, которые мы используем в своем процессе. То есть мы можем это гибко встроить. И также в свой процесс это могут гибко встроить наши вендоры. Продукт позволяет обрабатывать все исходные ресурсные файлы, которые нам берут разработчики, выделять из них переводимый контент, отправлять его в пакетном виде на перевод, получать обратно, проводить технические проверки, возвращать в систему контроля кодов в первозданном виде. Более того, что самое главное в этом продукте – это функция обновления. Нам не нужно искать вручную или путем изучения историй, какой именно файл, какую именно строку изменили разработчики. Мы это видим сразу. Продукт нам отображает измененные строки, добавленные строки, позволяет использовать функцию Translation Memory и очень быстро переводить, отслеживать и переводить новый контент. Ну, кроме этого, я уже не говорю о функциях псевдолокализации, которая позволяет некоторые тестирования провести на старте проекта. Для чего мы используем его? Ну, конечно же, для обновления ресурсов программного обеспечения. Кроме этого, когда мы внедряли этот проект, мы формировали для него проекты из уже переведенных ресурсных строк. То есть никакие переводы не потерялись, все оказалось в системах Translation Memory, все мы используем при необходимости для похожих строк или для аналогичных строк. Продукт имеет достаточно много возможностей для КОА-проверок. Как встроенных дефолтовых проверок, так и возможностей для дополнительной автоматизации этих проверок, для написания собственных проверок, для их тонкой настройки. Андрей тоже позднее расскажет, на каком этапе мы их используем, как они нам помогают, каких ошибок они нам помогают избежать. Ну и, честно говоря, на этапе тестирования, как лингвистического, так и косметического, база ресурсных строк в формате этого продукта, это источник, в котором лингвисты делают все свои правки. Мы не допускаем их до исходных файлов, как уже говорил представитель компании Dell. Там очень много мест, которые они могут случайно попортить или просто не знать, что туда надо, как надо заменить одну строку на другую. За вот эти строки специфические для локали отвечают инженеры. То есть инженеры являются носителями этих знаний. Какой подставить код, какую кодировку, какое название файла. Строки, которые идут к переводчикам, содержат только действительно контент, требующий перевода. Это несколько скриншотов. Вот наш типичный ресурсный файл, файл инсталлятора, который содержит некоторые ограничительные теги и некоторую часть текста на перевод. Текст на перевод отмечен желтым маркером, соответственно, начало, конец строки и синим-зеленым цветом. Вот как этот текст будет выглядеть в инструменте, с помощью которого мы переводим и обновляем ресурсные строки. Переводчикам будет доступно для редактирования только столбец языковой, в который они могут вносить свой перевод. При этом использовать все функции обычных котлов, как то поиск по translation memory, поиск фазе совпадений, поиск отдельных терминов, проверка на терминологию, проверка на правильность структуры фразы. Что нам помогает делать этот продукт? Экономить время, деньги, повышать качество. И, разумеется, уменьшается вероятность ошибки. Где-то до 2008, наверное, года все обновления ресурсов проходили в ручном режиме. Инженеры сравнивали старую версию файла с новой версией файла в некотором компараторе, копировали или выделяли цветным маркером строки, отправляли на перевод. Был очень длительный и очень сложный процесс, на котором возникало очень много ошибок. Сейчас как бы все более-менее. Теперь я передаю слово Андрею, чтобы поподробнее рассказать про то, как мы контролируем качество. Спасибо. Для начала я хочу рассказать об особенностях нашего процесса, исходя из которых мы организуем процесс контроля качества, то есть процесс локализации, на котором мы строим процесс контроля качества. Основная сложность — это широкая линейка продуктов. Мы разрабатываем продукты под браузеры, под Windows, под Mac, под мобильные приложения. Отдельное слово достоин сканер для UEFI, в котором длина строки должна точно соответствовать исходному тексту. То есть не то, что не может быть больше, но и меньше она не может быть. То есть строки должны быть символ-символом, иначе просто сборками соберется. У нас в компании очень разнообразный подход к разработке пользовательского интерфейса. То есть это очень сильно мешает нам внедрить автоматизацию и некоторые процессы, облегчающие нам контроль качества. На данный момент у нас порядка семи разных технологий разработки пользовательского интерфейса. Где-то раз в два года, наверное, появляется какая-то новая, потому что наши аналитики решают, давайте мы теперь сделаем так, и это будет круто. Надо сказать, что у нас давняя мечта, это внедрить в наш шаблонный редактор в PASSEL визуализацию окон. То есть буквально мы только успеваем написать библиотеку, протестировать работоспособность, синтегрировать ее с PASSEL, и наши разработчики меняют UI. И у нас уже совершенно другие файлы, и нам приходится работать заново. Процесс разработки у нас не заканчивается никогда. Даже когда продукт уходит в релиз, первый патч появляется, ну, наверное, буквально через неделю, в лучшем случае, бывает, что и на следующий день приходится выкатывать автопатчи. Это значит, что у нас очень высокая итеративность разработки, особенно в конце процесса. И вот, как Наталья сказала, у нас процесс локализации идет с русского, и сначала мы переводим с русского на английский, а потом на все языки, которые выходят вместе с английским и русским. То есть в один день мы можем сделать даже две итерации, потому что нам нужно сделать английский, а потом сразу сделать японский и китайский. И это, конечно, очень сложно и напряженно и вызывает очень много сложностей. У нас достаточно много, я бы сказал, слишком много языков, которые выходят одновременно с русским. На данный момент это в лучшем случае пять, но менеджеры продуктов обычно просят семь. Единственное, чем мы их можем остановить, это сказать, сколько это будет стоить для них. То есть это единственный вариант. И иногда говорят, делайте, что что ж. И все остальные локализации выходят в течение следующих двух месяцев. То есть все 37 языков. Про сложности разработки с русского я уже рассказал не раз. Теперь немного о процессе контроля качества. Главное в контроле качества это понять, что это не просто набор процедур, которые должны выполняться в конце разработки или в конце итерации, а это процесс, который идет с самого начала и до самого конца. Потому что процесс локализации содержит очень много этапов, и очень много людей в нем должны участвовать, которые просто об этом не подозревают. Например, продуктовый маркетинг и те люди, которые занимаются запуском продукта и придумывают стратегию его продажи. Потому что они изобретают название технологий и не всегда считают нужным согласовать их с отделом локализации и с людьми, которые занимаются терминологией. И также с нашей стороны терминологи должны обязательно согласовывать все, что они придумывают, с маркетинговым отделом, так как маркетологи часто имеют свое собственное субъективное мнение. И поэтому перед тем, как начать локализацию, буквально на самом старте проекта, когда мы собираем требования, мы готовим проект на глоссаре. В его подготовке... Давайте я расскажу сначала о глоссаре. В его подготовке обязательно участвует вообще вся команда, то есть вплоть до менеджера продуктов и менеджера проекта. То есть каждый должен увидеть и сказать нам свое мнение, и очень желательно написать письмо, потому что некоторые несознательные люди потом забывают о том, что с ними все было согласовано, они на все согласились, иногда даже придумывали эти тексты сами. И обязательно участвуют региональные офисы, которые занимаются непосредственно продажей продуктов. У них, потому что, как правило, свое очень субъективное мнение терминологии, и они всегда видят, какой термин можно использовать, а какой нет. Яркий пример — это наш сравнительно новый продукт, касперский пьюр. Вы уже слышали, такой комбайн, то есть это не только антивирус, но и бэкап, и менеджер паролей в одном. Так вот, в русском языке его выпустили с названием кристалл, потому что пьюр трансликтивирует, прочитать можно как пюре. Ну, каждый русский пользователь прочитает это как пюре. Так вот, если, когда мы согласовали название с маркетингом и решили, что для русского региона это будет кристалл, внезапно в процессе итальянцы нам сказали, что все-таки пюре — это итальянское слово. Если для нас это просто слово пюре, можно неправильно прочитать пью, то для них пюре — это пюре. И срочно пришлось делать итальянскую локализацию с названием тем, которое мы смотрим для русской версии. Но надо заметить, что маркетинговая терминология опасна не только падением продаж и прочим, но и юридическими исками. Потому что нашу компанию в определенный период, до того как мы внедрили вот этот процесс согласования, просто заваливали искреннюю документацию с претензией на терминологию. К примеру, потенциально опасное программное обеспечение, которое называлось программное обеспечение, с дырами безопасности, путем которых нехорошие люди могли завладеть вашими личными данными. Мы считали своим долгом предупредить пользователей, что вот эта программа для вас опасна, но разработчики программы, они не согласны, что эта программа опасна. Ну и нашим менеджерам приходилось много ходить по судам, пока мы не придумали наконец нужный термин, и придумали, как от этого избавиться. Когда мы согласовали глоссарий, инженер по локализации должен подготовить текст к переводу в удобном для переводчика формате. Точнее, он должен быть не столько удобен, сколько безопасен для него. Потому что не было еще такого переводчика, который бы нам что-нибудь не смог сломать. Вначале, сейчас мы уже всех переводчиков перевели на пассел, благо есть бесплатная версия, которую они могут скачать. Но лет пять назад, когда еще не каждый переводчик умел работать с шаблоном и редактором ресурсов, нам приходилось делать выявленные таблицы. Нередко нам просто эту таблицу возвращали к таблице в Word. В таких случаях нам было проще перевести заговор, чем починить форматирование. К тому же, шаблон и редактор ресурсов у него достаточно богатый внутренний функционал, который позволяет делать автоматические проверки. То есть мы можем сразу проверить структуру файла, проверить пунктуацию, проверить грамматику, проверить наличие непереведенного текста, который в каких-то образах может попасть в госпиталенку. И проверить на запрещенной терминологии. Это все делается буквально нажатием в одной кнопке и очень сокращает время. Потому что былые времена потратили целые дни на проверку структуры файлов. Вот это пример типичного отчета о результатах проверки. Далее мы передаем текстный интерфейс на перевод для того, чтобы он соответствовал нормам лаборатории и стандартам. Текст обязательно сопровождается руководством постели, в котором написаны все требования переводчикам, которые, во-первых, все возможные ошибки, которые он может допустить, и то, каким мы хотим видеть текст, когда от него вернется. Конечно, текст сопровождается глоссарием и обязательно редактурой. С редактурой, как Наталья уже рассказала, у нас стабильные команды, по крайней мере, мы стараемся содержать стабильные команды. И без редактуры мы, как правило, перевод не делаем. Только в случаях с точечным переводом, когда уже нет совершенно времени, мы жертвуем некоторыми процессами. После получения текста с перевода нам необходимо получить стабильную, работоспособную сборку. Для этого у нас есть автопроверки структуры файлов, инженеры по локализации, которые знают, как файлы должны выглядеть, и что нужно сделать, чтобы они работали. И в самом конце нам нужно получить релизную сборку, которая не будет содержать ни функциональных, ни лингвистических, ни косметических ошибок, которые мы сможем передать уже конечным пользователям. Для этого у нас есть процесс лингвистического тестирования, косметическое тестирование, и подфикс, конечно, и последним этапом идут автотесты Тест-Лаб. На этапе лингвистического тестирования, как правило, мы работаем со скриншотами. То есть мы снимаем скриншоты из своих приложений, либо мы разворачиваем продукт, передаем виртуальную машину в агентство, и они уже сами снимают с него скриншоты. Потому что большинство продуктов неподготовленный пользователь развернуть не может самостоятельно. Как правило, мы берем эту работу на себя. Снимаются скриншоты, но у этого процесса есть очень много минусов. То есть сейчас мы стараемся от него отойти. Во-первых, невозможно нарисовать карту окон. То есть скриншоты, это просто набор скриншотов, и непонятно, при нажатии на какую кнопку они открываются. Очень часто название кнопки должно соответствовать названию окна и так далее. И, конечно, лингвистические тестеры этого понять не могут. Косметическое тестирование мы также пока делаем по скриншотам. Затем бакфикс, который, как правило, делает инженер по локализации. Ну, если требуется, подключаем к этому носители языка. И в конце самое важное – это автотесты. Потому что специфика продукта такова, что если был как-то изменен функционал, а он иногда изменяется, то конечная сборка не просто не будет работать. Он будет работать не так, а может и ось положить, например. То есть просто идет система пользователя. Поэтому автотесты – это всегда обязательно. И сколько бы у нас времени ни оставалось, мы всегда их делаем. Единственный процесс, который мы не можем... Который никогда не исключается. Который всегда идет последним. Никогда. То есть его мы делаем всегда. Даже если уже утро наступает. Немного расскажу о типах ошибок. Я думаю, они известны всем. Это лингвистические, неточный перевод, грамматические ошибки, переведенный текст, мантуация. Вот типичный пример ошибки лингвистической, который возникает из-за точечного перевода в очень короткую итерацию. На английский перевести успели, а с японским уже как-то не срослось. Конечно, этот релиз не ушло с такой ошибкой на главном акне, но много крови портит. Вот здесь можно увидеть ошибку, которую можно было легко избежать, если бы у нас была визуализация продукта на этапе перевода. Потому что здесь описывается на немецком название кнопки, на которую надо нажать, а кнопка называется совсем по-другому. Ну, а это типичная, наверное, печатка. Привет ограниченным. И идут косметические ошибки. Это, как правило, наложение текста, наложение кнопок, неправильные размеры. Ну, просто некорректное какое-то отображение текстов. Их основная сложность в том, что, например, в иероглифической организации косметическая ошибка иногда может только носитель увидеть, потому что иероглифа нет, а кто знает, должен он там быть или нет. Обрезался он. Ну, вот это португальский, наверное, нерезающий текст. Тоже дезерализация должна отлавливать, конечно. Плохо. Вот здесь тоже пример ошибки, который можно исправить, на этапе перевода с помощью визуализации, потому что здесь определенно была переменная, и перед ней и после нее должны были стоять пробелы. Переводчик об этом не знал. Ну, зачем пустые места в тексте? И получился такой момент. Вот если бы он видел окно, когда переводил, все было бы совсем по-другому. Ну, функциональные ошибки, это нерабочая сборка, проблема с кодировкой, особенно в проекту локализации, которая портится достаточно легко, инженером по локализации, например, перетирающим изменения разработчиков. Это тоже отдельная боль. Ну, вот, к примеру, арабская локализация, которая развернулась не в ту сторону. И на это тоже успеть обратить внимание, что что-то пошло не так, потому что бывает, что в начале проекта write the left есть, а в определенный момент он ломается, и все. Отсутствующий текст, который тоже не сразу заметишь, потому что вы можете заметить, только если знаешь, что он там должен быть. И, как правило, скриншоты здесь очень плотились. Чудо. Я думаю, тестер увидел, что текст отсутствует, но обязательно надо с оригинала. Как мы планируем улучшить то, что у нас сейчас есть? Вот примерная статистика того, какие ошибки на каком этапе мы находим. На этапе согласования терминологии мы отлавливаем некоторые лингвистические ошибки, ошибки в терминах. Далее, при переводе и редакторе, идет уже отлов к редакторам основного. Какой-то объем лингвистических ошибок. На автопроверках мы стараемся убрать функциональные ошибки, часть косметических, которые мы можем найти при помощи автотестов. Затем идет подготовка сборки, которая, конечно, не собирается, и мы находим еще функциональные ошибки. Далее идет косметическое тестирование, уже по скриншотам, которые готовятся в зависимости от ситуации. Здесь в основном, конечно, косметические ошибки редко лингвистические, потому что, как правило, косметическое тестирование делают не носители языка. И в конце идет лингвистическое тестирование, где уже мы отлавливаем оставшуюся часть лингвистических ошибок и какие-то косметические. Которую не заметили неносители. Да. Конечно, я хочу сказать, что этот процесс несовершенен тем, что основная масса ошибок находится в конце. А самые последние ошибки, они всегда самые дорогие. То есть нам дешевле всего исправлять ошибки на начальном этапе. И вот эта вот линия функциональных ошибок на предпоследнем этапе, она, наверное, должна быть не оранжевой, а красной. Потому что время разработчика в этот момент, на вес золота, увидеть менеджера, что нам нужно обязательно поправить это, практически невозможно. Для этого мы хотим, чтобы процесс выглядел вот так. То есть основная масса ошибок будет находиться до подготовки сборки. В основном на этапе перевода. Для этого мы собираемся наконец-то внедрить визуализацию в шаблонном редакторе, чтобы переводчики и редакторы всегда видели, где будет находиться тот текст, который они пишут, и как он будет выглядеть уже в конечном продукте. Псевдолокализация. Псевдолокализация — это такой инструмент проверки, локалайзабилити, то есть пригодности сборки продуктов локализации. Это автоматическая процедура, которая заполняет строки символами целевого языка, автоматически прибавляя примерно 30% к размеру строки, в зависимости от языка это различается. Мы готовим сборку и уже видим, что у нас работает, что нет. Например, где амперсант разрывает строку на две части, а где корейский символ вообще препятствует открытию окна. И это позволяет нам основную массу функциональных ошибок при первой же сборке уже отловить. Потому что разработчики, конечно, будут благодарны. А далее автоматизация процесса отлова ошибок. Это скрипты по контролю в грамматике и пунктуации, скрипты по контролю в структуре файлов и прочее. Частично это у нас уже есть, но нет предела совершенства. И самое главное — это как мы хотим отойти от тестирования по скриншотам. Это приложение для параллельного тестирования. То есть когда устанавливается виртуальная машина в режиме мастера, на который ставится сборка, и на клиентские машины ставятся такие же сборки, но локализованные. И косметический тест уже сможет, который будет, скорее всего, на нашей стороне, то есть технически грамотный человек, сможет сразу во всех локализациях отслеживать все косметические ошибки. Потому что количество одновременно работающих сборок ограничено только мощностью сервера. И все. В остальном человек уже будет опытен в этом и будет примерно знать, где такая ошибка может вылезти. Сильно сократит время, ну и плюс он сможет для лингвистического тестера, которому мы еще пока не придумали, как отойти от скриншотов, он сможет нарисовать карт-рук. Потому что она очень нужна при лингвистическом тестере. Ну, это пример визуализации окна в шаблонном редакторе. Наверное, очень плохо видно. Извиняюсь, извиняюсь. Все, спасибо. Есть вопросы? Спасибо.